Если мы обязываем человека чем-то, то мы обязаны доводом, потому что основа это что? Бараату вимма. Основа это что? Бараату вимма, как говорят, презумпция невиновности. Называть же в судебной юриспруденции. То есть основа, презумпция чего? Отсутствие обязан. Человек ничем не обязан в шариате, кроме того, что ему предписал Всевышний Аллах. Поэтому тот, кто обязан людям, ты должен то, ты должен это и так далее, выполнять такой-то, такой-то вид поклонения, он обязан доводом из Курана и Суна. Или говорит, ты должен выполнить это поклонение таким-то, таким-то образом, обязан доводом из Курана и из Сунны Пророка, салаллаху, алейхи, ассалям. И в этом тоже очень важное указание, исходя из этого правила, чтобы братья были немножко мягки в вопросах иштихада. То есть у тебя, варакалуфикум, например, мы знаем, что среди ученых есть разногласия после руку Сами Аллаху, Дима Хамида, руку ставить на грудь или нет? Более правильное мнение, иншаллах, что не надо ставить варакалуфикум. И более неправильное мнение, что надо ставить. Ну хорошо, если брат мой придерживается более неправильного мнения, на мой взгляд, по моему мнению, как я после этого могу быть варакалуфикум, чем таким агрессивным в отношении этого брата? Тем более он опирается на слова ученых, которые опираются на довод. Так вот этой агрессии, братья, не должно быть. Потому что основа это, что варакалуфикум, что человек не обязан. Хорошо, я что, пророк? Меня Аллах послал сверху, послал, Аллах сверху Семи Небес внушил мне, чтобы я не спасал, он мне сказал, и я пришел к тебе, и ты обязан, что, а ты у Аллаха, а ты у Расуль? Ты же не обязан мне подчиняться. Ты не обязан мне подчиняться. А как я после этого, баракалуфикум, возомнил себя посланником и начинаю враждовать с тем, кто мне не подчиняется? И поэтому мы говорим, что у братьев, которые в вопросе такфира и в вопросе джарх, у них нереальные проблемы с акидой, нереальные проблемы с единобожием. И они выздоровеют. Вот некоторые братья говорят, брат, как вот объяснить нашим братьям, которые залезли в джарх, призывай их к таухиду. Запомни, в любой непонятной ситуации начинай призывать к таухиду. У этих людей, они просто не знают единобожие. Если бы этот человек был бы единобожником реальным и понимал бы таухид, он никогда бы тебя своим джархом не обязывал. Потому что тот человек, который обязывает тебя своим джархом, он косвенно возомнил себя посланником Аллаха. Аллах сказал в Коране, следуйте за тем, что вам не спослано от вашего Господа. То есть, Коран и Сунна. И поэтому, как будто бы, а ты у Аллаха, а ты у Расуль? Подчиняется Аллах, подчиняется Пророку. Поэтому, когда я говорю, ты обязан принять. То, что вот этот бедатчик и так далее, и тому подобное, если ты со мной не согласен, тогда ты тоже бедатчик и так далее. При том, что среди Ахли Суна, Джамаа есть разногласия в отношении той определенной личности и так далее, и тому подобное. Как ты обязываешь меня? Ты что, посланником себя взомнил? Поэтому, если вы этих людей хотите обучать и так далее, обучайте их единобожию. Расскажите им, что такое Ля Иля Иля Аллах. Расскажите этим людям, что такое Мухаммад Расулла, этим тахферистам, джархавщикам. Только тогда вы до них донесетесь. А так вы просто знаете, как это, ты его захочешь напоить. Представь, что идёт джархавщик, тахферист, в углу мечети, вон там, в дальнем углу. И ты хочешь его напоить. А у тебя в руках сито. И ты вот тут будешь бочки набирать и бежать туда, чтобы напоить его водой. Он напьется водой? Нет, он не напьется водой. А твои благие намерения, у тебя же благой намерение его напоить водой, тебе не поможет, тебя это не спасет. То есть, никакой пользы не принесет. Поэтому тот баркалуфикум, то есть, очень важный вопрос, это вопрос чего? То есть, когда мы изучаем эти правила и так далее, и так подобное, не быть категоричным в этих вопросах, в вопросах чего? Ищтигада, в вопросах ищтигада. Продолжение следует...